Да, Дмитрий, действительно, тема глобальной безопасности на этой неделе действительно доминирует на европейских площадках. Этот пресс-подход, который вы только что обозначили, глава НАТО Йен Столтенберг сделал в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса, за день до Мюнхенской конференции, во время встречи министров обороны стран НАТО. И, собственно, уже там обозначил три главные темы. Афганистан, Ирак, это военное присутствие Альянса в этих странах, и Россия, как потенциальная военная угроза. Страны НАТО были едины во мнении, что именно Россия нарушила договор о ракетах малой и средней дальности и согласовали пакет оборонительных мер, направленный на обеспечение того, чтобы НАТО сохраняло надежное сдерживание и оборону. Здесь, собственно, ничего нового. США и НАТО продолжают настаивать, что именно Москва нарушила договор РСМД, так как произвела ракеты, которые бьют так далеко, что делают этот договор просто бессмысленным. А вот на итоговой пресс-конференции тема российской угрозы получила уже продолжение в контексте давления России на своих соседей, например, на Беларусь. Экспертов волнуют, что экономическая экспансия может привести и к росту военного присутствия России в Беларуси. Не беспокоит ли это НАТО? Вот такой вопрос прозвучал на итоговой пресс-конференции. Беларусь – партнер НАТО, и мы ценим партнерство с Беларусью. Беларусь – суверенное государство, принимающее суверенные решения, и мы уважаем эти решения. Конечно, мы также призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран в Европе, в том числе Беларуси. Мы говорим об уважении всех стран в Европе как суверенные государства, которые имеют право на собственное решение без вмешательства со стороны соседей. Вот, собственно, эти термины – невмешательство, суверенитет, самостоятельность – стали одними из наиболее употребляемых уже на Мюнхенской конференции в этом году, хотя тем для обсуждения традиционно было очень много. Да, но главное, была ли участниками обозначена вот эта черта, за которую на этот раз нельзя заступать. Да, ну, как сказал один наш собеседник, проблемы в мире практически не меняются, меняются политики, их риторика и их подходы к решению проблем. Для европейского эстеблишмента это, очевидно, проблема обретения стратегической самостоятельности. Для ЕС это, видимо, и есть та самая черта, за которую, как считают многие гости этого форума, заходить уже нельзя. «Westlessness» – это труднопроизносимое слово придумали сами организаторы конференции, чтобы задать тон дискуссии в 2020 году. «Беззападность» – примерно так это можно перевести с английского, утрата западными странами своего влияния на мировые процессы – примерно так описать эту проблему. Брексит, споры по миграции, обороны и внешней стратегии. Очевидно, внутри ЕС все меньше согласия. Впрочем, первый спикер конференции, президент Германии Штайнмайер, на правах хозяина поспешил обвинить в этом главных партнеров Объединенной Европы. Россия, Китай и США, по его мнению, думают только о себе, и именно поэтому лихорадят планету. Россия вновь превратила военную силу и насильственное смещение границ на европейском континенте в средства политики. Китай принимает международное право только выборочно, когда оно не противоречит его собственным интересам. И наш ближайший союзник Соединенные Штаты Америки при нынешней администрации сами отвергают идею международного сообщества. В результате больше недоверия, больше вооружения и меньше безопасности. Основной профиль конференции – кризисный менеджмент. О мировых кризисах, от здоровья и климата до вооруженных конфликтов, авторы доклада в этом году насчитали 27. Их решение – это совместная работа всех стран и союзов без исключения, заявляет премьер-министр Канады. Политика санкций лишь ухудшает положение, говорит президент Франции Эммануэль Макрон, который примеряет на себя роль европейского лидера. У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России. Для результата, который не является слишком позитивным. Мы коллективно побеждаем, а слухи о смерти НАТО сильно преувеличены. С такого своеобразного привета президенту Франции, который раскритиковал руководство Альянса после того, как Турция без согласования с союзниками вошла в Сирию, свое выступление на форуме начал госсекретарь США. Майк Помпео назвал уважение суверенитета основой миропорядка и объявил о громкой инициативе Вашингтона в помощи европейским странам в энергетическом секторе. Американцы не скрывают, их волнует сырьевая зависимость стран Европы от России, и они готовы эту озабоченность финансировать. Сегодня я хочу объявить, что мы намерены предоставить до миллиарда долларов финансирования странам Центральной и Восточной Европы в рамках инициативы «Три моря». Наша цель довольно проста. Она призвана стимулировать инвестиции частного сектора в энергетический сектор и защитить свободу и демократию во всем мире. Инициатива «Три моря» объединяет 12 европейских государств, расположенных на берегах Балтики, Адриатики и Черноморья, с общей целью создания независимой энергетической инфраструктуры. Учитывая заявления США о стратегическом участии в этом проекте на фоне тяжелых экономических переговоров Минска и Москвы, перспективы здесь открываются и для Беларуси. Мы бы хотели увидеть более сильные экономические связи между США и Беларусью и необходимо, чтобы было в Европе, не только в Беларуси, а в Европе более энергетическое разнообразие, больше поставщиков энергии. Вообще активное стремление Беларуси к диверсификации экономических связей и растущая самостоятельность в диалоге с западными и заокеанскими партнерами вызывает живой отклик у соседей и желание перезагрузить отношения. Мы внимательно следили за визитом Майкла Помпео в Беларусь. Мы поддерживаем развитие отношений Минска с западными странами и хотим сказать, что Беларусь, конечно, для нас является очень важным партнером. И исторически, и на данном этапе. Мы видим очень много перспектив и совместных проектов, которые необходимо развивать в двусторонних отношениях и в целом с Евросоюзом. Не увидим ли мы в ближайшее время смену внешнеполитического курса официального Минска? Это самый частый вопрос от международных журналистов, министру иностранных дел Владимиру Макею. Мы стремимся проводить многовекторную политику. Это не значит, что мы будем дружить с кем-то за счет кого-то или ущерб кому-то или против кого-то. Нет. Мы намерены развивать всестороннее сотрудничество с нашими, с теми государствами, которые являются нашими традиционными партнерами, нашими соседями. Но одновременно с этим мы понимаем, что выживаемость государства, укрепление суверенитета независимости государства связаны с диверсификацией наших внешнеэкономических, внешнеполитических задач. Владимир Макей при этом не скрывает, интерес к Беларуси на международной арене возрос многократно. Дело не только в мирных инициативах президента Лукашенко, но и естественном желании укрепить самостоятельность суверенной страны. Встречи с коллегами на полях конференции идут непрерывно. Касаются и далеких перспектив, и ближайших контактов на высшем уровне. В активной стадии проработка визита президента Беларуси в Латвию. Мы планируем сейчас на данный момент визит президента Беларуси господина Лукашенко 3 апреля. И мы обсуждали повестку дня, обсуждали вопросы, которые мы должны подготовить, обсуждали тоже форматы встречи. У нас много тем, у нас тема двусторонних отношений, в том числе энергетическая тема, как вы говорите. Организация чемпионата хоккея 2021 года довольно много тем. Минские соглашения обсуждают в присутствии президента Украины. О конфликте в Нагорном Карабахе на одной площадке дискутируют президенты Армении и Азербайджана. О ситуации с коронавирусом напрямую говорят представители Китая и Всемирной организации здравоохранения. О цифровых угрозах и вопросах сетевой безопасности основатель Facebook Марк Цукерберг. На мой взгляд, в этом году нет той высокой конфронтационности, которая наблюдалась в прошлом, позапрошлом году на подобного рода мероприятиях. Очень многие руководители государств и правительств высказывались за, критикуя какие-то субъекты, какие-то государства за ту или иную политику. Тем не менее, они высказывались за необходимость налаживания диалога. Выход из состава ЕС и неспособность договориться об условиях, нежелание находясь в военном блоке участвовать в конфликтах, поступать по-своему, глядя на общие проблемы миграции, защищать свое информационное пространство от соседей и искать альтернативу устоявшимся энергетическим связям. Западные политики продолжают искать ответы на фундаментальные вопросы, как преодолеть кризис доверия. Беларусь на этот вопрос ответила еще в Минске, принимая у себя основную группу Мюнхенской конференции. Политики просто должны этого хотеть. Услан Поддубский, Дмитрий Лацкий, Европейское бюро ОНТ, Контуры, Мюнхен, Германия.